Мои дорогие друзья, любимые друзья и подписчики, у меня сегодня очень хорошее настроение. Во-первых, сегодня солнечная погода, у нас такая теплая солнечная погода. Вчера тоже была весна, но было облачно, но всё равно было тепло, где-то около 16 градусов тепла. А сегодня целый день солнечной погоды, я обожаю солнце, я люблю такую погоду, у меня столько энергии появляется. Вот вы смотрите, видите, что творится? Солнце, 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 ай, красота, красота, красота. Значит так, и сегодня, сегодня у нас какой день? Сегодня у моего мужа день рождения. Я не буду говорить, сколько ему исполняется лет, чтобы людей не смущать, я только скажу, что он меня старше. Он меня старше на... На сколько, на сколько? Давайте вспомнить. Сколько мне лет, сколько ему лет? Он меня старше... По-моему, на 11 лет он меня старше. Да, точно, на 11 лет. Он меня старше на 11 лет и 9 дней. 9 дней, потому что ровно... Вот у моего мужа сегодня день рождения, а ровно через 9 дней у меня день рождения. 5 марта у меня тоже будет рождение. Я родилась 5 марта, день смерти Сталина. Короче, мы с мужем обе, оба, обои, обои, обе, оба рыбы. Так что мы обе рыбёшки. Мы иногда плывём в разных направлениях, иногда в одном направлении. Ну, конечно, в первые годы жизни мы чаще плыли в разных направлениях, потому что мы притирались друг к другу, и в разных направлениях мы плыли. И, ну, в последнее время, в последние годы мы уже плыли просто в одном направлении, потому что, ну, короче, в общем, мы уже притёрлись, получается. Значит так, у меня сегодня весь график сбит, потому что у меня сегодня некогда с собой заниматься, мне некогда гимнастику делать. Вот, я, короче, вчера вечером сделала, уже испекла брауни. Сейчас, оказывается. Сейчас я покажу мой брауни. Вот такой вот мой шоколадный, шоколадное безобразие. Вот это шоколадный брауни. Я вчера вечером испекла. И сегодня с утра я сделала ганаш и уже залила этот брауни шоколадным ганашем. Вот он у меня сейчас застывает. Не знаю, застыло, не застыло. Да, уже почти застыло. Ммм, шоколадная вкуснятина. Так, и вот я только что сбила мой обалденно, самый любимый, вкусный, самый вкусный, мой самый любимый крем белково-заварной. Вот, смотрите, какой он густой-прегустой. Я только что попробовала его, он такой вкусный. Если бы вы знали, и с лимонным вкусом я добавила немножко лимонного сока. У меня не было лимонной кислоты. Я не ищу лимонную кислоту. Если мне нужна лимонная кислота, я просто соком лимона лью. И я налила чуть-чуть сока лимона. Вот этот крем такой вкусный, такой насыщенный. И воздушный, и с привкусом лимона. Ой, такая вкуснятина. Я сейчас, ещё хорошо, хорошенько подостынет мой ганаш на брауни. Торт такой брауни шоколадный. Значит так, если кому-то захочется посмотреть сам рецепт брауни с маскарпоне и с ганашем, вот тут внизу я поставлю ссылку на мой видеорецепт брауни с маскарпоне и шоколадным ганашем сверху. И если кому-то интересен, вот этот мой крем белково-заварной. Вот он, смотрите, ещё раз покажу, какой он вкуснючий, какой он стоячий, хорошо стоячий и очень-очень воздушный. И можно как смазывать торт, так и украшать торты. Я всегда делаю такой крем для украшения тортов. Вот я и буду украшать тоже брауни мой. Так что, если кому-то захочется ещё посмотреть, как делается белково-заварной крем мой, я вот тоже внизу ставлю ссылку. Посмотрите, обязательно, очень вкусный крем. И вот этот вот брауни с маскарпоне и с шоколадным ганашем сверху тоже такая вкуснятина, если бы вы знали. И он не тяжёлый торт. Единственное, что там, конечно, надо ингредиенты покупать, потому что там шоколада идёт много. Я не делаю с какао, я делаю чисто на шоколаде. Он получается намного насыщенней, намного вкуснее. Вот шоколадный такой вкус получается. Там идёт на сам торт идёт 200 грамм шоколада тёмного. И на ганаш сверху ганаш шоколадный тоже идёт 200 грамм шоколада. Потом там ещё надо будет вам маскарпоне докупить, примерно 150 грамм маскарпоне надо для торта. И для ганаша примерно 200 миллилитров сливок нужно. В общем, и всё. А в основном, прекрасная маркиза, всё хорошо. А в основном там ерунда уже, сахар, мука немножко, сахара чуть-чуть побольше, муки там вообще немножко, буквально 2 столовые ложки. В общем, очень нежный вкус, он именно тяжёлый не тем, что он на муке, а он тяжёлый тем, что он на шоколаде, на сливках, на маскарпоне. Но это такая вкуснятина! Конечно, там много не надо есть, там буквально... Это вообще, это не торт, это такое пирожное итальянское. Его режут на кусочки и вот подают как пирожное. Пальчики оближешь. Всё, ладненько, я сейчас украшу мой... Нет, чуть-чуть попозже я сейчас, я продолжаю кучей нарить... Ой, кучей нарить, я уже говорю по-итальянски. Я уже продолжаю кухарить, 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 да? Кухарить или готовить? Готовить, короче. Значит так, решила сделать ещё равиоли на сегодня, на ужин, и оливье. И ещё что-то придумаю потом. Значит так, сделала на моей хлебопечке, я взбила тесто. Вот оно какое, жёлтенькое, прижёлтенькое получилось из-за моих яичек, жёлтеньких, красивых. Вот такое тесто. Если останется ещё тесто, я сделаю пасту. Вот я уже накрутила немножко равиоли. И сейчас я продолжаю, моя лавшерезка помогает мне. Значит так, а какая у меня начинка? Это никак, это не наше переменение, это итальянские равиоли. Здесь, короче, у меня я делаю начинку из того, что было. Тут у нас сальсичи, всякие колбаски жареные, потом там отбивные, бештеки, в общем, котлеты. Всё, что у нас остаётся, обычно всё, что у нас остаётся, я складываю в один контейнерчик, в морозилку. Вот, и потом делаю равиоли. Мне лично такие равиоли не очень нравятся, и Никите не нравятся. Но итальянцам моим нравится очень, моему мужу, его сыну они очень нравятся, они прям голодные, да, эти равиоли. Поэтому, ладно, решила, значит, у меня как раз контейнер был этого всего замороженного, и решила, значит, сделать на ужин ещё эти равиоли. Будут довольны, конечно, мой муж будет довольный, его сын будет довольный. Вот, я ещё сделаю оливье, ну как же, праздник без оливья. Сделаю оливье, ещё придумаю какую-то закуску, я посмотрю, я посмотрю, я ещё подумаю. Я ещё крем, я ещё торт не украшала, я чуть-чуть попозже буду украшать, посмотрите. Так, чуть не забыла сказать, короче, я вот всё это перекручиваю, всё это мясо, которое у меня остаётся, и я добавляю сюда яичко, добавляю сюда пармезан, тёртый пармезан, и всё это перекручиваю. И вот такая начинка у меня появляется. Вот такие вот я делаю сразу кругляшки, в постбобе, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. С помощью моего этого, такого гаджета. Вот, а потом я делаю, вот сколько у меня кругляшков, столько делаю кусочков мяса, и сейчас я буду, опять же, на этом гаджете вот так вот всё это скреплять, ложить в серединку и вот так вот, вот так вот скреплять. Всё, так, сейчас я наделаю быстренько равиоли. Здесь у меня уже морковка и картошка варятся для оливье. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, ну всё, наконец-то я закончила кухонные дела делать, ну почти закончила. Может быть я ещё раз, ещё раз, ещё раз. Ну всё, я на кухне закончила работать, 3 часа, 3,5 часа я торчала на кухне. Сделала, короче, сделала, сейчас покажу, что сделала, украсила тортик, доделала тортик. Значит так, украсила по-скромному, потому что мы будем праздновать сами в семейном кругу. Я только закрыла вот эти вот бортики, потому что они не некрасивые бортики были, я просто закрыла кремом, написала Аугури Рину, поздравляю Рину. Ну всё, и вот так я украсила мой брауни с маскарпоне и с ганашем, вот так вот, по-скромненькому я украсила. Вот такой тортик будет, он, конечно, не очень красивый, не очень большой, но он очень вкусный, я вам говорю. Так, я сделала оливье, маленькую, маленькую корыту, или как она называется, маленький, не помню, маленький такой, забыла, как называется, ну маленькая корыта, в общем. Сейчас плёночкой накрою и в этот самый холодильник положу. Так, я наделала пасты, вот такая вот домашняя паста, она у меня сейчас подсыхает, я её периодически переворачиваю, вот она у меня подсыхает. Вот столько много пасты получилось домашней, домашняя лапша, этот тольятели, итальянский. Так, и вот я накрутила на сегодняшний ужин травиоли, вот они у меня замораживаются в морозилке, они уже почти заморожены, да, они уже заморожены, всё, они уже заморозились, сейчас можно их в пакетик переложить просто. Вот такие вот дела, готово, это готово, это готово, это тоже готово. Всё, вот так вот я закончила на кухне, пока на этом я заканчиваю свои дела на кухне, я пойду сейчас отдыхать и заворачивать мужу подарок, потому что я не буду спорить, я не завернула подарок. Так, и вот какой я подарок мужу приготовила, я ему купила новую рубашку, вот такого вот голубенького цвета, очень хорошего качества, очень хорошая фирма. Фирма Лончелотти, Рома, римская такая фирма, Лончелотти. Она с злыми рукавами, хорошее качество, очень новенькая, и жалко, конечно, что она не была в упаковке, она висела на плечиках, на вешалке, странная, я не знаю, почему на вешалке была. Ну, ладненько, я сейчас сама заверну, красивенькая. И вот такой вот подарок, так, это я купила в магазине Мода Брианца, я туда, я там тоже несколько раз сделала видео, очень хороший магазин, большой вещей, всё такое, аксессуаров всяких. Сейчас заверну, придумаю, во что я заверну, как красивенько. Так, ну всё, дорогие друзья, на этом я сегодня заканчиваю, да, не кричи, Макс, на этом я сегодня заканчиваю свой сегодняшний такой вот блог, такой вот суматошный, приготовительный. Значит, пока муж на работе, я уже всё сделала, всё приготовила, так, подарок приготовила, я завернула, вот просто, просто, не завернула, а просто положила вот такой вот пакетик, и бабочку прицепила, вот такой вот бантик. Всё, и потом вечером накрою на стол, и сами в семейном округу отпразднуем, посидим, отпразднуем, всё такое. Да, Макс? Всё, ладненько, я всем желаю всего хорошего, до следующих видео встреч, всем огромный пламенный горячий итальянский чао, пока-пока всем! Субтитры сделал DimaTorzok